Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Автоплюс, программа «Наши тесты». Кроссоверы, как мы знаем, набирают популярность, да и вообще псевдовнедорожный стиль можно встретить уже где угодно, даже в автомобилях обычных городских. В этой компании Volkswagen имеет на сей счет целую линейку моделей, с одной из которых мы сегодня вас и познакомим. Речь идет о линейке моделей, в которых перед названием стоит слово «кросс». «Кросспола», «Кроссгольф» и «Кросстуран». Из этих трех моделей в России продается только «Кросспола». Вот этот рыжий автомобильчик отличается от обычного хэтча «Поло» последнего поколения, по большому счету, только вот этой вот внедорожной бижутерии. Давайте разберемся поподробнее, в чем тут дело. Эту модификацию можно распознать в первую очередь по неокрашенному в цвет кузова обвесу. Вот эти расширители арок, пороги и бампера. Также здесь есть наклейка «Кросспола» с говорящим названием. Сзади, кстати, шильдиков нет. А еще тут немножко другой интерьер, вернее, оформление интерьера, но об этом чуть позже. А еще тут есть рейлинги и корпуса. Зеркал заднего вида выкрашены в серебристый цвет. В общем, выглядит автомобиль ярко. И дело тут даже не вот в этом рыжем ярком цвете, который доступен только для «Кросспола». В целом, экстерьер действительно притягивает внимание. Ну а что по существу? Кроме другого образа, у «Кросспола» другой дорожный просвет. Он увеличен на 11 мм и составляет здесь 176 мм. На самом деле, разница в 11 см, сами понимаете, невелика. Но, по большому счету, такой дорожный просвет можно назвать солидным, учитывая, что это хэтчбэк класса «Б». Например, у некоторых городских кроссоверов клиренс еще меньше. Ну а с геометрической проходимости у «Кросспола» дела обстоят еще хуже, чем у обычного «Пола». И дело тут, опять же, вот в этих бамперах, которые стилизованы под алюминием. Интерьер «Кросспола» также пестрит яркими красками. Дело в том, что для этого автомобиля можно заказать вот такую вот рыжую расцветку салона. Выглядит действительно ярко и бодренько. У этого автомобиля другие сидения, так скажем, спортивные, с развитой боковой поддержкой. Они достаточно мягкие и удобные. Базовые «Кросспола» стоят у нас в стране 711 тысяч рублей. И что мы имеем за эти деньги по технике, кроме вот этого яркого внешнего вида и интерьера? «Кросспола» комплектуется единственным мотором у нас в стране с непосредственным впрыском, объемом 1,4 литра. Его мощность 85 лошадиных сил. А работает он в паре с 7-ступенчатым роботом ДСГ. Ну а что приготовил «Кросспола» задним пассажиром? Сейчас я присяду. Конечно, никаких особых ожиданий по этому поводу у меня нет. Но, тем не менее, тут достаточно узкий дверной проем, тем не менее, я вполне помещаю сам за собой. Для головы мне места вполне достаточно, ноги тоже не упираются в спинку. Ну, однако, пошевелить ими особо некуда. Троем здесь сидеть, как и в любой машине «Б-класса», очень тяжело, но вдвоем вполне комфортно. Тут вот есть такой простенький откидной подстаканник, ну а детское сидение можно закрепить креплениями «Исофикс». Теперь посмотрим, каков багажник у «Кросспола». Открывается багажник, как и на многих других автомобилях марки «Фольксваген», ручкой, которая в одном лице и шильдик. Мы видим маленький багажник с высоким дном, в который можно положить едва ли два портфеля. Но на самом деле это обман зрения, вернее, такая легкая иллюзия. Дело в том, что здесь вот такой вот выдвижной пол, который можно просто вытащить или положить вниз. И вот тут уже вполне приличный багажный отсек. «Фольксвагеновцы» умеют использовать полезное пространство. И вот здесь под полом полноразмерное запасное колесо и необходимый в дороге комплект инструментов. Увеличить объем багажного отделения можно стандартным способом, разложив сидение, которые здесь раскладываются в пропорции два к одному. Ровный пол получается только с вставленной полкой. Начнем с приборов. Приборы отлично читаемые, имеют самый простой дизайн. Нацифровка ничего лишнего. Это на самом деле хорошо и не отвлекает от вождения. На крупном информационном дисплее снизу показатели остатка топлива в баке, общий пробег. Чуть выше показания с бортового компьютера. В общем, ничего особенного тут нет. Все точно так же, как и на других автомобилях этого бренда. Посадка за рулем достаточно высокая. Пол относительно сидения находится на большом расстоянии. Поэтому сидишь как в минивэне, но в то же время тут очень удобно. К органам управления нет претензий, впрочем, как и к обзорности. Стойки достаточно узкие и видно все неплохо. Другое дело – зеркала. Это, пожалуй, самые маленькие зеркала заднего вида, которые я видел за последние несколько лет. И ладно бы они были маленькие, но в них было все видно, так в них еще и ничего не видно. Шумоизоляция у пола кажется вполне взрослой. То есть такой шумоизоляцией может похвастать автомобиль классом выше. Возможно, это заслуга шин, возможно, еще чего-то, но аэродинамических шумов немного. В общем, для неспешной езды кросс-пола очень даже подходит. А что будет, если нажать педаль газа чуть посильнее? Двигатель начинает тянуть с 3500 оборотов. То есть внизу теги совершенно нет, потому что мы хотим под капотом двигателя, мощность которого превышает 90 сил. Этот двигатель трудится в паре с 7-ступенчатым роботом DSG. Стоит признать, что коробка, опять же, при не столь интенсивной езде чувствует себя хорошо и переключает передачу вовремя, быстро, незаметно. Как только начинаешь давить на газ, начинается неразберих. Поскольку тут передача 7, DSG пытается все время переключать. И при резком нажатии на педаль газа, если нужно понизиться, в принципе, хотелось бы чуть более точной и быстрой реакции коробки. В принципе, это лечится режимом спорт. Мы переводим селектор, и отклики на педаль газа становятся короче. И машина реагирует на них более интенсивно. У этой коробки передач есть и ручной режим. Но нужен он едва ли, потому что, если вы хотите задержаться на какой-то передаче, все равно до отсечки машина разметить не получится. Кросспола сам переключает на повышенную передачу. Динамика, в принципе, приемлемая. По цифрам, что-то около 12,5 секунд. На деле примерно то же самое, и надо заметить, что если два человека в салоне, то этой динамики вам хватит. Погнать всегда фу, вы сможете. Ни о каких-то, конечно, спортивных амбициях тут речи не идет. Но, наверное, для такой машины это не нужно. Все-таки кросспола – это городской автомобильчик. Ну, раз городской автомобильчик, значит, пора рассказать про расход топлива. В принципе, он не превышает 11 литров в городе. За городом, если не сильно давить на педаль газа, то расход будет около 6-7 литров. Вот сейчас в смешанном цикле он нам показывает 8,7 литра на 100 километров. В принципе, расход приемлемый. А вот если дорога начинает немножко петлять, то вы сразу почувствуете, что мощности этого мотора недостаточно для кросспола. Кросспола действительно управляется очень точно. И тут стоит низкопрофильная резина. Она помогает автомобилю более точно и быстро отзываться на малейшую смену траектории. Так что кросспола можно назвать очень простым и понятным в управлении автомобилем. Если съехать с асфальта на кросспола, то вы почувствуете, что подвеска, которая была еще совсем недавно мягкой, становится в меру мягкой и обрабатывает неровности, в принципе, достаточно деликатно. Но пробить ее проблемы никакой не составляет. На самом деле здесь другие амортизаторы задние. Они отличаются от тех, которые используются в обычном поле. Из-за этого клиренс чуть выше, но всего на один сантиметр, как мы уже говорили. Поэтому разницы это, естественно, на ходу не ощущается. Назвать эту машину даже городским кроссовером язык не поворачивается. Почему? Потому что очень большие свесы, особенно передний бампер, который имеет хромированную накладку, очень легко можно его, в общем, в лесу или на вот этих вот дорожках оставить. В целом, съехать с асфальта на этом автомобиле можно. И на дорожной резине этот автомобильчик способен вас отвезти куда-нибудь к водоему. Но, положа руку на сердце, обычный поло доедет туда же. Ну, а теперь давайте посмотрим технические характеристики нашего автомобиля. Объем мотора 1,4 литра. Мощность 85 лошадиных сил. Крутящий момент 132 ньютон на метр. Разгон до первой сотни 12,6 секунды. А максимальная скорость 173 км в час. Расход в городе составляет 7,9 литров на 100 км пробега. За городом 4,8. А в смешанном цикле 5,9 литра. Этот автомобиль попадает в разряд имиджевых. То есть за какие-то элементы стайлинга, настроение внутри автомобиля вы переплачиваете, казалось бы, неадекватные деньги. Поэтому прямых конкурентов у кросспола немного. Автомобили такого плана есть не только у Volkswagen. Первым на ум приходит Renault Sandero Stepway, который, несмотря на ту же стилистику, позиционируется как бюджетный автомобиль. Есть Skoda Fabia Scout, которая по понятным причинам невероятно схожа по технике с кросспола. У нас для скаута доступен единственный мотор объемом 1,2 литра и мощностью 105 лошадиных сил. К нему на выбор предлагают механику или семиступенчатый робот DSG, как на кросспола. Цена на Fabia Scout с роботом начинается с отметки в 759 тысяч рублей. В то время как кросспола в базе стоит 711 тысяч. Однако, если подобрать схожие опции, то Volkswagen все равно окажется дороже. Если же взять обычный пятидверный поло и кроссполо с одинаковыми моторами, коробками передач и опциями, то герой нашего теста окажется дороже меньше, чем на 50 тысяч рублей. Поэтому нельзя назвать переплату за кроссполо какой-то уж гигантской. И самое главное, конечно, это не кроссовер, это не внедорожник. По своим вездеходным способностям этот автомобиль практически не отличается, да что-то можно говорить, вообще не отличается от обычного пола. Но зато здесь есть нечто большее. Это сугубо имиджевый продукт, который, на наш взгляд, у Volkswagen получился. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА